80% работ по ремонту городских дорог в рамках нацпроекта выполнили в Хабаровске. На участках в разных районах города уложили новый асфальт, обновили бордюры, ливневки. В процессе ремонта удалось сэкономить бюджетные средства, поэтому появилась возможность дополнительно отремонтировать несколько участков. Репортаж Анастасии Привецкой. Впервые за последние 10 лет на улице Шимановской работает большая техника. Капитального ремонта дороги здесь не видели уже давно. Жители близлежащих домов жаловались на большие ямы и подтопления. Настойчиво просили сделать тротуарную дорожку, так как в конце улицы находится школа. Сейчас здесь меняют основание дороги, укладывают верхний слой асфальтобетона, заканчивают работы по устройству тротуара и его ограждению. На ремонт ушло около 11 миллионов рублей. Будет ограждение тротуарное в желто-красном цвете. Соответственно, будет ограждать проезжую часть пешеходов, чтобы людям было ходить безопасно. На сегодняшний день мы производим монтаж стоек, и потом к стойкам будем уже крепить само ограждение. Работы на Шимановской выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а точнее на сэкономленные по программе 70 миллионов рублей. На эти же деньги дополнительно отремонтируют еще четыре участка. В переулках Инском и Бурейском, на улицах профессора Даниловского и Зеленой. На улице Зеленой работы только начались. На отрезке полтора километров асфальт сохранился частично. Здесь располагается промышленная зона. Всю дорогу разбили большегрузные машины. Легковые проезжают с трудом. До конца октября здесь установят новые ливневки, укрепят обочину, заменят асфальт. Дорожники будут работать и в ночное время. Наращиваем темпы, потому что год заканчивается, сезон заканчивается, работы выполняем в ускоренном порядке. В некоторых объектах разрабатываем вопрос о привлечении в две смены работы с целью, безусловно, исполнения контракта. Всего в этом году в Хабаровске в рамках нацпроекта отремонтируют 83 участка дорог. Большинство работ уже выполнено. Сейчас в администрации города составляют планы на следующий год. В списке проблемных участки на улице Новой и проспекте 60-летие октября. Анастасия Привецкая, Сергей Демьяненко, телеканал Губерния.